Здравствуйте, друзья! С вами Вула, и перед тем, как мы начнём, я хочу, чтобы вы прошли небольшой тест. Ничего сложного, просто попробуйте следовать ритму метронома, стуча пальцами по какой-нибудь поверхности. Субтитры сделал DimaTorzok Назвал это аренным ритм-роуглейк-шутером, потому что по факту всё вышеперечисленное здесь есть. Да, игра собой представляет коридорные аренки, комнатки, по сути, роуглейк, то есть, ну, рогалик для тех, кто не понимает, как это называется, а именно процедурно-генерируемые локации, расположение которых от прохождения к прохождению будет меняться, и, соответственно, каждая новая игра будет, ну, не такой, как предыдущая. Я бы даже сказал, что эта игра очень сильно похожа на Binding of Isaac, только в 3D. Но давайте пойдём по порядку. В чём заключается суть игры? Суть в том, что у нас есть определённое количество уровней, а именно 8. Каждый из уровней процедурно генерируется абсолютно рандомно из-за определённого набора комнат. Хоть локации, конечно, и меняются по цветовой гамме, но чисто визуально особо друг от друга сильно не отличаются. Но это, в принципе, и не важно, потому что локации здесь рассматривать некогда, ибо в каждой комнатке всегда есть противники, с которыми вы сражаетесь. Ну, разумеется, я не считаю комнат со всякими там наградами, магазинами, кузницами и так далее и тому подобного. Но это было бы всё слишком просто, если бы не как раз-таки ритм, потому что играть нам приходится под классную музыку и стрелять, соблюдая ритм. Если вы будете просто бездумно тыкать на клавишу стрельбы, то ничего у вас из этого не выйдет. Игра просто откажется стрелять, и, соответственно, вы сдохнете. Поэтому всё, что касается любых действий, будь то стрельба, перезарядка или разнообразные вороты, всё это нужно делать под ритм, потому что основная цель игры — это набирание очков. Если вы при игре нарушаете ритм, то множитель сбрасывается, соответственно, очков вы набираете меньше, и множитель нужно набирать заново. А так как это ритм-гейм, соответственно, как и любой ритм-гейм, будь то Осу, Guitar Hero или Beat Saber — основная суть в наборе очков. Но это не значит, что просто бегая, соблюдая ритм, стреляя всех направо и налево, вы пройдёте игру. Потому что от уровня к уровню, конечно, становится гораздо сложнее, и поэтому в игре есть прокачка, которая от прохождения к прохождению тоже будет меняться, потому что то, что вам выпадет по ходу прохождения, абсолютно рандомно. Так как это рогалик, все локации процедурно генерируются, и, соответственно, вы не можете знать, какой определённый усилитель появится в комнате, или какое оружие появится в кузнице, или какие скиллы появятся в библиотеке. То есть вы на это никак повлиять не можете, и, соответственно, каждое прохождение этой игры как новое. Иногда вам ввезёт на оружие, на прокачку, а иногда качается только удача, и, к сожалению, не всегда эта удача помогает. И, в принципе, об этой игре даже рассказывать больше нечего, потому что она поэтому и классная. У неё нет ни какого-то сверхсложного сюжета, какого-то там запудрённого лора. Это просто арендный шутант, в котором ты под прекрасную музыку, под ритм, разрезаешь всех на запчасти, и при этом каждое прохождение в этой игре абсолютно незабываемое. Так что по плюсам я хочу отметить сразу несколько хороших позиций. Это звук, ибо музыка здесь просто превосходная, хоть её немного, она потом, может быть, со временем приедается, но всё равно играть под неё приятно. Вариативность, то бишь разнообразные варианты прокачки и так далее и тому подобного, позволяет перепроходить, 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 и ещё раз перепроходить игру. Собственно, сама идея ритм-гейм шутера, потому что такого, ну, я на своей памяти, по крайней мере, не помню. Может быть, что-то и выходило подобное, но прям конкретно, чтобы вот оно так запало в душу, нет, это, наверное, первая игра на моей памяти, в котором, блин, так приятно вырезать мобов. Есть, конечно, ещё Doom, но Doom, блин, это другая атмосфера совсем, и там совсем по-другому и работает игра. Также хочется отметить оптимизацию, потому что игра работает отлично, стабильно, никаких проблем с ней нету. Ну, в принципе, и тут и напрягаться-то особо нечего, локации маленькие, поэтому прогружать их просто, быстро, количество противников небольшое. Не, ну, хотя бывают большие локации достаточно, и в которых противников тоже достаточно большое количество, но, по крайней мере, всё работает отлично. Ну, и единственным минусом, который бы я хотел всё-таки отметить в этой игре, потому что всё-таки без минусов тоже не обойтись, а именно графика. Хотя я бы даже сказал больше не графика, а именно цветокор, ибо, как вы видите, вся игра выполнена в таком вот вырвы-глазном стиле. И даже, несмотря на то, что в настройках можно определённым локациям прибирать, так сказать, цветокор, то есть контрастность, вы можете сделать локации более, там, яркими или менее яркими, если вам, допустим, режут глаза, или вы, допустим, там, эпилептика, и вы вообще не можете играть, вас сразу блевать тянет. Как раз-таки проблема вот этого цветокора связана не только с тем, что это просто вырвы-глазно, а связана это с тем, что по локации у вас ещё расставлены разнообразные статуэтки с такими вот чашами, в которых вы прокачиваете своего персонажа. И вот эти вот статуи, блин, очень плохо видны, особенно в каких-то ярких локациях, типа Асгарда. В более поздних локациях, в которых вообще всё, наоборот, очень тёмное, там очень сложно заметить даже обычные сундуки, которые выпадают просто вам за зачистку локации. Ну а в целом, если же вас не сильно отталкивает графика, и вы нормально относитесь к такому количеству контрастности, очень советую поиграть в эту игру. Стоит она недорого, всего лишь 450 рублей, но она отбивает каждую копейку, потраченную на неё, потому что геймплей у неё просто превосходный. А за что ещё требуется любить игры? За отличный геймплей, который игра даёт. В то время, когда обычно ничего нового не выходит, пилится постоянно однотипное Call of Duty, Far Cry, Assassin's Screen и так далее, и тому подобного. Иногда, конечно, спасает Sony своими консольными эксклюзивами, но, к сожалению, выходят они очень редко. А в Steam Indie Помойки найти что-то прямо стоящее очень сложно. И вот эта игра один из тех примеров, которых найти сложно, но если нашёл, то уже, сука, зацепит и не отпустит. Хочется, конечно, пожелать разработчикам игры не забросить проект, а дополнять его какими-нибудь дополнительными локациями, разнообразной прокачкой, новыми предметами и так далее, и тому подобного, потому что в игре действительно приятно проводить время. И, ну, ещё, скажем так, небольшой минус, как относительно графики, это то, что приедается. После, там, 20-й, 30-й, 40-й смерти уже, конечно, локации все тебе знакомы, всё это однотипно, и единственное, что ты пытаешься сделать, это найти какие-то способы, которые позволят тебе быстрее и удобнее закончить игру, а именно прокачку. Но в любом случае, эмоция от прохождения никуда не девается, ибо под ритм месить мобов просто одно мать его удовольствие. Ну, а на этом всё, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео. А если оно вам понравилось, то, я думаю, стоит поставить лайк, подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok